О чудодейственном напитке из рогов этого животного ходят легенды. Еще в старину его считали эликсиром жизни. Я про алтайских моралов и их знаменитых пантах, которые высоко ценились в древней восточной медицине и применяются сегодня в современной фармакологии. В мораловодческих хозяйствах Восточного Казахстана идет период срезки рогов оленей. Наши корреспонденты узнали все секреты этого дела и теперь точно знают, почему морал называют благородным оленем. Репортаж получился немного кровавый, но это часть нашей жизни. На Алтае и старый млад не скрывает гордости за природу своего края. Но самые красивые легенды связаны с моралом. Говорят, что только в таких живописных девственных местах может обитать это удивительное животное, у которого всего за 56 дней вырастают чудодейственные рога. Он, если в мае начал, уже рост интенсивный пошел, значит, сейчас уже июнь, июль, срезка идет дальше, уже будет окостенение. Рога моралов не только достопримечательность, но и доходный бизнес. Можно сказать, возобновляемый и экологически чистый. Чтобы спилить еще не окостеневшие рога, самцов моралов загоняют в большой вольер. Затем партиями гонят по длинным коридорам и по одному закрывают в специальных отсеках. Вот так выглядит процесс спиливания рогов в так называемой анторезке. Морал будто висит на качелях, но даже так с ним справиться непросто. Трое седоков еле сдерживают животное. Надо на шею придавить, чтобы зафиксировать вольер на растяжке. А если неправильно, как-то сильно придавят, начинают брыкаться. И травмируют сам себя и нас. Животное, животное, оно дикое животное. Да не приучено, не приручено. У него уже не подошли. Александр Образцов мораловод со стажем. Еще в детстве он приходил на панторезку с отцом. Теперь сам каждый год в июне производит загон и срез пантов. При срезке панк морал брыкается и издает звуки, похожие на рычание. Мораловоды говорят, животное злится. Но не любит благородный олинь неволю, пусть и на несколько минут. Но вот пора лопких движений мораловода, и панты срезаны. После спила пант переворачивают над емкостью и словно выжимают, бережно сливая кровь, которая обладает целебными свойствами. Чтобы кровь не свернулась, в нее добавляют водку. И чудо-действительное средство готово. После процедуры моралу смазывают раны специальной мастикой. Она быстро останавливает кровотечение и обеззараживает. Уже через пару минут животное отпускает на волю. Лишившись своей короны, а весит она ни много ни мало, а от 6 до 9 килограммов, моралы слегка теряют координацию. Но довольно быстро приходят в себя, и на самочувствие животных срезка пант особо не отражается. Но не всем моралам суждено послужить во благо человеческого здоровья. Некоторым животным самим требуется помощь людей. Они между собой, когда прогоняешь, они бьются и ломают. В основном они ногами стараются. Но если он голову опустил, а тот в это время стоит, и ногой бьет, и он ломает. Забрызгаем, чтобы муха не села. Надломленные рога обеззараживают и также заделывают специальной замазкой. Оставлять рану открытой опасно, говорят специалисты. Может произойти заражение крови и, как следствие, смертельный исход. Панты морала напоминают мохнатую губку. Она мягкая, теплая и приятная на ощупь. Внутри пористая. Если панты не срезать в срок, они быстро костенеют и теряют свой лечебный эффект. Но не только кровь. Сами панты тоже идут впрок. Берем пант. Опускаем в котел. Рога на три минуты опускают в кипящую воду. Потом они остывают в специальной комнате. После чего процедуру повторяют заново. И так девять раз. Эта церемония преследует две цели. Кипятком закупоривают кровь в рогах, чтобы дальше использовать их в фармакологии. А в самой воде, которая превращается в наваристую сурку, принимают лечебные ванны. Сейчас вот она все равно будет нагреваться. Концы начинают нагреваться. Их зачищаешь маленько. И когда она начинает закипать, выступление крови идет. Ванны с пантовой сурпой пользуются огромным спросом. Слава о их оздоровителем эффекте поддерживается и в народе, и в медицине. Для лечения используют даже пар, выделяемый при варке пант. Ничего не пропадает впустую. Лечится опорно-двигательный аппарат, поднимается иммунитет, омолаживается весь организм. Это природное лекарство без всякой химии, безо всего. Тут нигде ничего не добавляется, никакой химии. Все только на естественном продукте. По народному поверью, в древности, чтобы получить кровь морала, люди убивали оленей. Для того, чтобы сохранить свою популяцию, животные могли уйти высоко, в горы, докуда было не добраться человеку, но они остались. В благодарность за это люди решили не убивать животных, а лишь спиливать их рога, наполненные кровью. Именно за этот целительный дар люди и назвали морала благородным оленем. А сегодня морал, как гордость Алтайского края и символ Восточного Казахстана, занимает центральное место во всех музеях области.